В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом. Над жилым кварталом нависла дымовая завеса. Людей разбудили сирены экстренных служб. В огне оказался мансардный этаж. Площадь пожара изначально называлась 1500 квадратных метров, но огонь быстро распространился и в итоге на рассвете полыхала вся крыша этого дома. Сейчас три сотни его жителей эвакуированы, борьба с остатками огня продолжается и скоро людям разрешат вернуться в свои дома. Но вот жителям верхних этажей, скорее всего, придется искать временное пристанище в другом месте. Некоторые мансарды сгорели дотла. Я лично вызывала, было в 4.22, я вызывала пожарную. Встала, я проснулась, горела середина вот того дома, снутри двора. Я вызвала пожарную, они приехали, так и дальше все разгорелось и сгорел полностью весь этаж. Тушение пожара продолжалось более четырех часов. Судя по кадрам, огонь успел охватить несколько квартир еще до приезда экстренных служб. Возможно, потому что возгорание произошло ночью и люди просто спали в этот момент. Тушению огнем мешал еще и поднявшийся ветер. Площадь пожара в итоге составила более 3000 квадратных метров. В огне, по предварительным данным, никто не пострадал. И это можно назвать чудом. В 4.19 на центральный пункт пожарной связи пожароспасательного отряда номер 10 города Анапы поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом восьмиэтажном доме. Незамедлительно к месту были направлены силы и средства Анапского пожароспасательного гарнизона. По прибытию было установлено, что на восьмом этаже мансарда происходит загорание квартиры. Было видно открытое горение на восьмом этаже. Ранг пожара был объявлен номер 4. Средотачивали силы и средства Анапского пожароспасательного гарнизона, Новороссийского, Крымского и Славинского. Всего было задействовано 16-11 секунти, 110 человек личного состава. Достигнутыми усилиями в 8.50 пожар был локализован. В настоящее время ликвидация открытого горения. Что осложняло тушение? Основное это ночное время, потому что все силы пожарной охраны были направлены на спасение жильцов, которые в это время в 4 часа утра отдыхали, находились дома и спали. Я считаю, что цель достигнута пострадавших, погибших на пожаре, не допущена. Всего было создано 6 боевых участков, разъемный штаб пожаротушения. На месте проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям города, курорт Анапа под руководством главы города. Определены пункты временного размещения пострадавшего населения. Определяются задачи по оказанию материальной помощи. Очевидцы же сразу стали строить предположения о причине масштабного пожара. Было без 15,4. Начали стучаться в двери все. Мы выскочили в подъезд. Нам стали кричать, что быстро все высходите. Из квартир горите. Ну все, мы начали собираться. Все побежали вниз, выскочили на улицу. Уже все горело сверху. Квартира надо мной прям, которая горела эта квартира. Выскочили на улицу. Машина МЧС «Газель» перевозит людей. Казаки помогают. Те, кто уже угорел, слегка выносят. Видели мы тут бабушку, выносили они. Ходят слухи, не знаю, насколько они правдоподобны, что у кого-то в мансардной квартире была сауна во втором подъезде. И оттуда отчет был. Оттуда был отчет. Этой версии пока придерживаются официальные службы. Прокуратура проводит проверку на предмет незаконной перепланировки в квартире. У нас в настоящее время на месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория и группа дознавателей. После того, как будет объявлена полная ликвидация пожара, будет проведен осмотр места пожара. И после этого мы подтвердим или опроверим данную версию о том, что была ли сауна или не была сауна. И, естественно, доведем объективную причину загорания на восьмом этаже. Глава Анапы Василий Швец ввел режим чрезвычайной ситуации и обещал выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей. Хотя такая сумма вряд ли покроет ущерб жителям 24 квартир мансардного этажа. Восстанавливать жилье придется уже своими силами.